Привет всем! Итак, тема нашего сегодняшнего видео Причины белого дыма из выхлопной трубы Постараюсь пояснить коротко и понятнее Первая возможная причина – это конденсация Конденсация – это распространенное явление, особенно в холодном климате Если на улице холодно и при запуске автомобиля вы замечаете белый дым Вам, вероятно, ни о чем беспокоиться Когда теплые или горячие выхлопные газы встречаются с холодным наружным воздухом Происходит конденсация и образуется пар Это примерно похожий процесс, когда вы видите белый след пролетающего самолета на небо Существует еще одна причина конденсации В случае повышенной влажности воздуха Либо в холодный период года На стенках контура выхлопной трубы Или даже на дне глушителя Может образоваться конденсат – вода Или вода в глушителе может попасть во время мойки автомобиля Когда водитель заводит двигатель, глушитель нагревается А образовавшаяся влага перемешивается с газами выхлопа В результате чего из выхлопной трубы и начинает выходить белый дым Некоторые в таком случае начинают думать, что пора ввешаться Но до того, пока вы повеситесь, часто проверяете уровень антифриза Если уровень антифриза не уменьшается И двигатель работает ровно, без перебоя С большой вероятностью причина – конденсат И не стоит волноваться Вторая возможная причина – это если форсунка застряла в открытом положении Или если образовалась протечка через уплотнительные кольцов В камере сгорания попадает слишком много топлива Это избыточное топливо не может сгореть в двигателе надлежащим образом И вместо этого выходит из выхлопной трубы в форме белого или серого дыма Решение этой проблемы является замена неисправной форсунки Этот процесс сопровождается запахом бензина Если вы почувствовали, что двигатель начал троиться В зеркале из выхлопной трубы видно густой белый дым И чувствуется запах бензина Припаркуйте машину Потом глушим двигатель И снимаем свечи зажигания по очереди Эту процедуру нужно выполнять обязательно при заглушенном двигателе Смотрим и выясним свеча какого цилиндра мокрая Свеча, которая будет мокрым Значит соответствующую форсунку с большой вероятностью нужно заменить Перепроверить можно с помощью сканера Диагностика вам покажет в каком цилиндре были пропуски И именно об этом случае есть у меня видео Ссылку на которое я оставлю ниже видео Третья возможная распространенная причина Белого дыма Это пробитая прокладка КБЦ Если уровень антифреза часто уменьшается И иногда двигатель колбасит С большой вероятностью скоро придется заменить прокладку Как в домашних условиях можно выяснить Пробитая ли прокладка КБЦ Есть у меня об этом видео И даже есть второе видео Как на 100% точности можно с помощью химии Поставить диагноз пробитой прокладки И ссылки на это видео оставлю ниже в описании под этого видео Четвертое Еще одной возможной причиной белого дыма Является некерметичное уплотнение клапанов Или поршневые кольца В этом случае неисправные уплотнение Или поршневые кольца Визживают утечку масла в камеры сгорания Которые затем смешиваются с топливом и сгорают В результате из выпускного коллектора Выходит белый или слегка колубоватый дым Пятая возможная причина Неправильная синхронизация топливного насоса Для автомобилей с дизельными двигателями При неправильной синхронизации Двигатель будет работать на большой скорость И это приведет к тому, что дизель полностью не сгорит А вместо этого будет выделяться из выхлопной трубы В виде белого или серого дыма Ну и в конце видео Если эта информация была полезна Прошу поставить лайк И подписаться на канал Нажимая колокольчик Спасибо всем за внимание Субтитры сделал DimaTorzok